Кто победит? Инстаграм, Твиттер, ТикТок или может ВКонтакте? Битва сетевых гигантов развернулась в Петербурге, где скандалы из границ любовного треугольника вывалили на просторы интернета. Ведь одна из участниц популярная косплеерша, другая известная вейкбордистка. У них разный зритель, разные платформы, но один пока мужчина, а есть еще дочка от разбитого брака, которая в своем аккаунте тоже не молчит. Сергей Хайдаров через крики в сториз попытался докопаться до сути. Не обращая внимания на испуганный плач, ребенка любовница крушит и ломает все в квартире, где все еще живет бывшая семья. Не блогер в этом видео, только Евгений, может потому и молчит. Его бывшая женщина Ульяна, косплеерша, она копирует образы из аниме и компьютерных игр. Его нынешняя избранница Анна, спортсменка, путешественница и дизайнер шапок. Спорт побеждает косплей. Это такое, знаете, шоковое состояние, когда ты не понимаешь, что. Ну что вообще будет, не знаю, останешься ли, что вообще ты жива, а твой ребенок после всего этого. Их поссорил же личный вопрос. В муниципальной квартире прописан Евгений и его дочь, но не одна из женщин. Их спор за квадратные метры проходит в кадре и за кадром. Она разбила мне машину, лобовое стекло. Она приезжала сюда под окон, орала, что выходи, мрач, я тебя убью. Формально прав больше у бывшей жены Ульяны. Во-первых, она тут давно. Во-вторых, она мама прописанной несовершеннолетней девочке. Получить собственность в этой квартире они могут только в результате приватизации. А агентство приватизации не даст возможности участвовать в приватизации без ребенка и без матери. Все это приходится терпеть дочери Ульяны и Евгения Лери, которая уже боится биологического отца и его новую девушку. Я очень сильно боялась, я громко плакала. Мы попытались поговорить с Евгением и Анной. Они живут на территории автосервиса, где и работает запутавшийся в блогершах Евгений. С новой подругой расположились прямо в этом доме на колесах. При виде камеры пара быстро прячется за высокими воротами. Анна, Евгений, поговорите, может вы с нами? В ответ тишина, но стоит нам уйти, в соцсетях дерзкий пост. Плох тот блогер, что не может сделать самый пиар даже из молчания. Мой ответ всем. Хотите шоу, платите кэш. Рядом с местом, где живет пара, мы увидели автомобиль и нетрудно догадаться, что он принадлежит именно Анне. Здесь так написано тиктокерша, рядом надпись Анна, внутри беспорядок и намек на то, что с дамой лучше не шутить. Об этом говорят вот эти наручники, пристегнутые внутри автомобиля. Сама Анна наручники из-за своего агрессивного поведения не примеряла. Но это только пока, считают юристы. Заявление на агрессивного блогера уже лежит в полиции. Кроме того, Ульяна обратилась в органы опеки, которые проверяют действия отца. В борьбе за лайки и квадратные метры взрослые превратили жизнь ребенка в чудовищное реалити-шоу. Мы стараемся обращаться за помощью, друг друга поддерживаем. А дети, наоборот, они оказываются заложниками этой драматичной ситуации и погружаются в свои собственные переживания. И это может привести в конечном итоге к серьезной психической травме. Тянут ли травмы Валькирии и Ульяны на легкий вред здоровью, сейчас разбирается полиция. Если найдут признаки преступления, то и вейкбардистке Ани вместо любимого Бали светят исправительные работы, либо арест до четырех месяцев. И то, и другой контент обеспечен. Даже Лера уже начала извлекать пользу от взрослых разборок. Их ссоры она выкладывает в свой ТикТок. Сергей Хайдаров, Дмитрий Пащенко и Наталья Ленкова. Известия специально для Пятого канала.